Напоминаю, что сегодня тема нашей трансляции – это мотивация. Для многих людей очень актуальная тема, и она, с одной стороны, очень актуальная, с другой стороны, очень неоднозначная. То есть, часто людям непонятно вообще, что такое мотивация, почему есть какие-то периоды пассивности, есть периоды активности, и почему в какие-то периоды вроде бы что-то нужно делать, но сил нет у этого делать. Давайте с этим разбираться. А вообще, можете написать сначала свои версии, как вы понимаете мотивацию, способность сфокусировать своё внимание на цели, истинная необходимость. Интересные версии, может быть, ещё какие-то версии есть. Значит, смотрите, ну, давайте не буду кота за хвост тянуть, я очень долго тоже не мог никак разобраться, вот почему мне периодически нужно заставлять себя делать что-то. То есть, вот особенно много лет назад, ещё лет 5-6 назад, у меня были часто периоды, когда мне буквально нужно заставлять себя давить, вот то, что я называю, давить себя и ломать часто, буквально ломать, засовывать куда-то и делать что-то. Вот что-то делать, мне это не нравится, вот не люблю я это, но вот всё время засовываешь себя, да. И когда продолжаются такие периоды в жизни длительно, то есть, это длительно приходится делать, то, конечно, возникают вопросы по поводу мотивации, ну, блин, ну, где взять силы-то, чтобы продолжать это всё делать. Понимаете, вот, то есть, особенно озадачиваются вопросами мотивации те люди, которые вынуждены очень долго себя давить. То есть, вот у них есть некая цель, да, и эта цель, она настолько лакома, настолько интересна человеку в данный момент, что он очень часто ломает себя, ломает, ломает, ломает. Часто происходит далее интересный процесс, когда он достигает эту цель, он понимает, что, ну, как бы, такой радости, как он рассчитывал, не было. То есть, и вот он очень устает, очень бывает такое, что устаёшь от процесса, ты давишь себя, давишь-давишь, всё-таки додавливаешь до какой-то цели, до какого-то результата, чуть-чуть радуешься и понимаешь, что вот эта вот усталость, которая накопилась, этот стресс, который накопился, напряжение, он даже и не позволяет порадоваться по-настоящему вот от той цели, от той морковки, которая была достигнута. И скажу, что меня сия чаша не миновала, я, как и все люди, через это, конечно же, многие годы проходил, то есть, периодически я себя давил ради каких-то целей, вот, но в определённый момент я просто так устал, то есть, это наступает в жизни любого человека, мы себя загоняем, да, то есть, мы в какой-то момент понимаем, что сколько бы мы целей не достигали, да, вот, и ещё одна цель, и ещё одна цель, просто в какой-то момент понимаешь, что сил нету, вот, создаётся такое ощущение, что просто уже сил нету, я устал, я просто устал, я загнан, вот, достигать эти цели. И вот как раз, когда со мной это происходило, достаточно частенько, там, ещё несколько лет назад, я и начал задаваться вопросами, блин, что происходит, что не так, вот, всегда внутри было какое-то ощущение, что вот такой образ жизни, когда постоянно давишь себя ради чего-то в будущем, да, получается, что вот в этом что-то не то, то есть, что-то я не понимаю, то есть, дело не в том, что, возможно, мне не хватает каких-то технологий, дело не в том, что, возможно, даже я там неправильно питаюсь или неправильный образ жизни веду, там, вот, там, ну, что-то не делаю для того, чтобы у меня было больше энергии. Возможно, я просто исходно не понимаю, как двигаться по жизни, то есть, вот, как двигаться по жизни так, чтобы всё-таки было больше счастья, больше энергии, и это путешествие, сам этот процесс, он переживался как-то более естественно, более счастливо. И вот всегда было на весах, знаете, вот весы всегда на этих весах, можно сказать, балансируют две вещи. С одной стороны, это деньги, статус, это хочется достичь вот этих всех сладких вещей, которые нам показывают по телевизору, в фильмах, да, то есть, мы видим это вокруг, с одной стороны, вот это, да, лежит. С другой стороны, всё-таки хочется быть счастливым здесь и сейчас, то есть, хочется жить как-то легко, легко, ну, вставать не по будильнику каждый день, да, высыпаться, хочется частенько отдыхать, да, проводить время как-то несерьёзно, да, то есть, ну, пойти с кем-то пообщаться, с любимыми людьми какими-то, да. И вот всё время у меня происходила тоже такая вот борьба. С одной стороны, цели, амбиции, вот эти вот деньги, да, а с другой стороны, получается, вот, качество жизни в настоящем, да. И у каждого человека всё время происходит борьба, то есть, в какой-то период жизни выходит на поверхность значимость вот этих вот морковок сладких, да, что нам нужно достичь потом. С другой стороны, мы очень часто понимаем, что то качество жизни, да, которое у нас сейчас существует, насколько мы напряжены, насколько мы находимся в стрессе, оно не стоит вот этих вот бонусов в конце, да, вот этих плюшек. И вот всё время часто жизнь большинства людей – это такое перекидывание из одной крайности в другую, вот всё время из одной крайности в другую, да. То цели, то вот эта мотивация оголтелая, я всё-таки достигну, вот я поставлю себе эту мечту и цель, я способен это достичь, вот ты себя накручиваешь и так далее. Потом ты начинаешь достигать и опять начинается, то есть, вот этот вот вопрос с качеством жизни, он выходит на поверхность, да, то есть, чувствуешь, что себя загоняешь, недостаточно общаешься со своей семьёй, не отдыхаешь, не высыпаешься и так далее. Ну, знакомая вам ситуация, то есть, если это вам знакомо, напишите какой-то плюсик или палец вверх в комментариях. То есть, вот я тоже достаточно долго находился вот в таком дисбалансе, то есть, либо цели, либо всё-таки качество жизни, да. И потом я просто начал понимать, вот почему, почему это происходит, вот этот дисбаланс, почему происходит. И это как раз связано с мотивацией, да. Я просто начал обнаруживать, что существует так называемая искусственная мотивация. То есть, существует и естественная мотивация, а существует искусственная мотивация. И искусственная мотивация, это так называемый, да, вот то, что было здесь озвучено, это ложные цели, это определённые образы навязанные, да, это определённые убеждения, да, то есть определенные суждения по поводу того, как правильно или как неправильно, как все должно быть или как все не должно быть, да, то есть и вот эта вот сфера, да, она находится как раз в уме, то есть это сфера ума, мотивация сама по себе, это сфера души больше, то есть, ну это даже не сфера души, это я делю мотивацию условно на внутреннюю и внешнюю, да, то есть внешнее, это так называемые необходимости, потребности, то есть вот в настоящем моменте у вас по ходу жизни возникают некие необходимости и потребности. Речь не идет о том, что вам потребуется завтра или что вам необходимо в ближайшем будущем, нет, речь не об этом, речь идет о том, что вам необходимо здесь и сейчас, то есть речь идет всегда, вот в моей философии я всегда сейчас отталкиваюсь от настоящего, То есть я исхожу из того, что есть, из реальности, из настоящего момента. И я всегда рассматриваю как бы мотивацию внутреннюю и внешнюю, условно говоря, с точки зрения настоящего момента. То есть в настоящем моменте мне может что-то вдохновлять, например, мне может быть что-то интересно. То есть что-то мне естественно интересно сейчас делать. И это является мотивацией внутренней. То есть изнутри идет импульс. То есть некая тяга изнутри. И то же самое может происходить извне. Извне это выглядит следующим образом. То есть жизнь что-то формирует, такую ситуацию, где нам важно что-то сделать. То есть ставит жизнь нас в такие условия, в которых мы не можем что-то не делать. Понимаете? То есть получается, что с одной стороны как бы есть то, что нам интересно. То, что может вызывать сначала слабый интерес, потом более сильный интерес и потом вдохновение. Да? С одной стороны. И это очень может быть быстро. То есть вы можете мгновенно быть вдохновлены какой-то там идеей или желанием пойти куда-то там что-то сделать или что-то приобрести себе. Это может быть мгновенная вспышка в моменте. Да? А может быть какая-то необходимость. То есть что-то произошло и требует вашего внимания для того, чтобы вы пошли туда и сделали что-то. Да? То есть вот есть какая-то потребность. Поэтому я пришёл к тому, что я всегда исхожу из настоящего. Обратите внимание, вот то, что описано часто во многих эзотерических книгах, то, о чём говорят мастера часто, да? Что как только человек начинает жить прошлым или будущим, то он начинает впадать в так называемую искусственную мотивацию. То есть человеку начинает казаться, что ему важно что-то делать, в чём на самом деле нет искренней потребности прямо сейчас и нет искреннего интереса это делать сейчас. И вот здесь и кроется ответ в том, откуда берётся вот так называемый накапливаемый стресс, да? То есть вот накапливаемая такая жизнь, которая приводит к неудовлетворению, к несчастью, к страданию. Смотрите, всё очень просто. То есть это примерно выглядит следующим образом. У вас есть некий образ, да? То есть некая цель, например, некая идея, которую вы хотите реализовать потом. Вам искренне кажется, вам искренне кажется, вы верите в то, что вам это очень сильно необходимо. Вы буквально загипнотизированы этой целью. Но если, например, отцепиться от этого образа и вернуть внимание в настоящий момент и задать себе вопрос, а могу ли я обойтись вот без этой вещи сейчас? То есть является ли эта вещь реально мне необходимой прямо сейчас? То есть могу ли я прожить без этой вещи здесь и сейчас? Является ли она действительно необходима? И очень часто мы можем ответить себе на этот вопрос, если мы будем честны сами с собой, что на самом деле мы без неё можем прекрасно обойтись. Тогда можно задать себе другой вопрос, да, по поводу какой-то вещи. Вот та вещь, которую я так хочу, она мне действительно интересна? Вот по-настоящему ли она мне интересна? И самый главный вопрос. Вот тот путь, который я вынужден буду пройти для того, чтобы получить этот образ, эту цель, эту морковку в конце, вот этот путь и эти усилия, действительно ли мне интересно совершать эти усилия? То есть готов ли я, есть ли какой-то импульс, есть ли какое-то вдохновение, есть ли какая-то вот эта вот та самая внутренняя мотивация, мне пройти этот путь и получить то, что я хочу? И вот если вы научитесь честно отвечать на эти вопросы сами себе в моменте, то таким образом вы начнёте обнаруживать, что очень многие цели, которые вам хотелось бы иметь, вы недостаточно исследовали. То есть вы недостаточно исследовали саму цель, и вы недостаточно приобрели опыт. Да, то есть вот очень сложно бывает, то есть иногда бывает, что путь настолько напряжённый, настолько изматывающий, что в какой-то момент, когда вы на него начинаете вставать, вы понимаете, что эта морковка в конце, она того не стоит. И это, вы поймите, я сейчас говорю очень важные вещи, это история очень многих людей. То есть многим людям кажется, кажется, что вот иметь какие-то вещи, иметь какие-то ситуации в своей жизни, это очень важно. Кажется, им кажется, они искренне верят, что когда они туда придут, им воздастся. То есть вот все эти усилия, да, всё, что они затратили, вот эти вот все напряжения, стрессы, постоянное вот это вот давление на себя как бы, да, это себя оправдает в конце. И очень часто бывает так, что человек вот ставит такую цель, он её достигает, и он очень напряжён, он как бы очень много вкладывает в это энергии усилий, очень много страдает по пути, можно сказать. Когда он её получает, ну он чуть-чуть радуется, разочаровывается, да. Потом он опять повторяет этот процесс, опять, 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 опять. Конечно, в какой-то момент у него не будет мотивации. Так вот, да, могут быть ошибочные цели, может быть неправильный способ их достижения выбран. Но я вообще пришёл к другому. Я сейчас, вы знаете, я сейчас исхожу не из целей. То есть я пришёл к тому, что мне не нужны цели для того, чтобы иметь мотивацию. То есть я обнаружил, что мотивация через цели является ложной. Понимаете? То есть многие мне задают вопрос, хорошо, Макс, а как ты вообще действуешь в жизни, да? То есть если у тебя нету точки B, то есть непонятно, куда ты хочешь прийти, как ты, из чего ты исходишь. Так вот, всё очень просто. Я исхожу из искреннего интереса в настоящем моменте, И я также исхожу из реальных потребностей, которые мне ставит жизнь здесь и сейчас. То есть если мне интересно заниматься какой-то деятельностью, да, то я и буду заниматься. Если у меня нет выбора, например, мне нужно делать какое-то дело, у меня просто нет выбора. Например, у меня есть бизнес, да, и получается, что в бизнесе есть определённые задачи, которые я не могу не делать. Вот. И здесь получается вот такой вот баланс происходит между интересом и между необходимостью и потребностью. То есть как только мне вообще, вообще что-то становится неинтересно, вообще полностью, я нахожу способ, как этим больше не заниматься. Понимаете? И так как у меня нету точки Б конкретной, куда я движусь, у меня нету конкретной мечты идеальной картины, идеализации, где я буду счастлив. Я сейчас объясню, почему это. Да, к сожалению, много рутины. Я сейчас объясняю, почему много рутины. То есть на самом деле много рутины именно из-за целей. Понимаете? То есть на самом деле рутина возникает, много рутины, только там, где есть ложная цель. То есть когда вы понимаете, что есть некая цель, которая заставляет вас заниматься тем, что вам абсолютно неинтересно и в чём, в принципе, реальной необходимости нету здесь и сейчас. Вот когда вы обнаруживаете такую цель, вы понимаете, что это ложная цель. И тогда вы можете её отбросить и освободиться и от самой цели, и от этого рутинного, нудного, лишающего вас качества жизни, процесса в жизни. Понимаете? То есть вот смотрите, здесь всё просто. Жизнь происходит всегда здесь и сейчас. Вот так происходит наша жизнь. Вся жизнь. Она происходит в настоящем моменте. Совокупность вот этих вот счастливых моментов формирует общее счастье вашей жизни. Понимаете? То есть счастье – это не некоторые моменты такие счастливые. Ну, может, у вас и так. То есть если очень много рутины и такие вспышки иногда, да, счастья, то это означает, что у вас есть много ложных целей. То есть вы социально обусловлены очень сильно. Вы движетесь каким-то привычным, однообразным, рутинным образом жизни. И так как много рутинных моментов, то есть вы всё время занимаетесь тем, что вам неинтересно. То есть что такое рутина, по сути? Это неинтересная деятельность или очень слабо интересная. Понимаете? А что такое творческий процесс? Это очень интересная деятельность. То есть это деятельность, которую вы любите, от которой вы получаете удовольствие, удовлетворение. Поэтому, ну, вообще от деятельности, которая неинтересна и не нравится, освободиться невозможно. Но эти моменты можно сократить. Понимаете? То есть их можно сокращать, сокращать, сокращать. Так вот как это сделать? Понимаете? А как же рутинная забота о детях, быт? Ну, это не совсем рутина. Понимаете? Это вы любите ребёнка. То есть вы любите ребёнка. С другой стороны, если вот у моей жены, если возникает какая-то рутинная деятельность, которая ей абсолютно неинтересна, мы ищем способ, как это делегировать кому-то. Понимаете? То есть всегда можно найти способ, как, например, нянечку взять. Или там взять какую-то домработницу, женщину, которой можно немного платить. Она будет убирать, готовить, там ещё что-то делать. Всегда выход можно найти. И вы его начинаете искать только в той ситуации, когда в вашей системе ценностей, в вашей системе ценностей, счастье и свобода становятся высшими ценностями. То есть интересная, счастливая, радостная жизнь здесь и сейчас, в настоящем моменте, она становится самой высшей ценностью. Любовь. Понимаете? Чтобы вы жили в любви в настоящем. И тогда вы можете всегда исходить именно из своего искреннего интереса, из своей искренней симпатии и из реальной необходимости в моменте. Тогда вы можете честно исходить вот из момента. То есть если что-то интересно, делаете. Если совсем что-то стало неинтересно, ищите способ, как что-то с этим сделать. Либо делегировать, либо вообще этим не заниматься. Понимаете? То есть вот почему многие люди проживают неинтересную, однообразную, рутинную жизнь? Потому что они загипнотизированы целями. Понимаете? То есть они все время загипнотизированы какими-то картинками будущего счастья. Что когда-то, когда они заработают много денег, когда они достигнут какие-то цели, там возникнет такая жизнь, когда они будут все время радоваться. Понимаете? То есть это все время такое откладывание своего счастья на потом. То есть все время мечтает человек о каких-то условиях в будущем. Он идеализирует, он воображает. Вот как он будет жить. Вот как он себе выстроит эти условия, в которых он будет жить по душе. То есть это постоянный процесс воображения в уме. И человек настолько, можно сказать, загипнотизирован этими образами, да, что он не понимает, что это всего лишь иллюзии. То есть это всего лишь какие-то картинки в уме. А настоящая его жизнь, настоящая его жизнь происходит в настоящем. То есть здесь и сейчас. И вот это я понял, понимаете? То есть я понял, что мой интерес, мой энтузиазм, он важнее, чем постоянные какие-то откладывания интересной и красочной жизни на потом. То есть важно жить красочно и интересно здесь и сейчас. И чем сложнее цель, тем больше кайфа. Нет, абсолютно не так. Чем сложнее цель, тем больше стресса, тем больше напряжения, тем больше суеты, тем больше проблем. Понимаете? То есть вот смотрите, большая цель – это постоянный фокус. Да, то есть фокус. Вы все время фокусируетесь на свою цель. И что происходит, когда вы все время сфокусированы на цели и идете туда? Жизнь, она очень мультивариативна. То есть очень много событий происходит, которые не зависят от вас, да? И вот получается, что когда у вас есть четкая цель, она четко сформулирована, является ясным таким образом, накачанным значимостью, важностью. Вы связываете с этой целью свою радость и счастье, то вам приходится все время бороться, понимаете, бороться с тем, что происходит в настоящем моменте и не соответствует этой цели. То есть возникают некие обстоятельства в вашей жизни, и они входят в вашу жизнь, и вы все время видите, что они как бы против вашей цели. То есть у вас такое создается ощущение, что жизнь против вас. То есть все время какие-то возникают препятствия, которые вас пытаются якобы отдалить от вашей цели. Понимаете, вот такое часто бывает состояние у целеустремленных людей. То есть они все время проводят всю свою жизнь в борьбе, в напряженной какой-то работе ради чего-то потом. Понимаете? И вот так вот они борются, борются, достигли чего-то. Потом опять следующую ставят цель. То есть это такой постоянный хронический процесс. Поставили следующую цель. Опять борются, борются, напрягаются. Пытаются там расталкивать плечами, пробиваться к своей цели. Все время такая напряженная жизнь. Загоняют себя, да. Идет постоянное такое выжигание ресурса здоровья, да. Выжигание нервной системы. Все время борьба. То есть жизнь как борьба, жизнь как усилие. Понимаете? И это не трансерфинг. То есть это не трансерфинг. Это не серфинг по жизни. А я обнаружил другую вещь. Я так жил. Я жил, и я так же ставил цели, боролся, боролся. Но в конечном итоге, когда я достиг уже много целей, но когда побеждаешь кайф, когда вы побеждаете, вы чуть-чуть расслабляетесь. Вы на чуть-чуть расслабляетесь. И тогда у вас кайф. А знаете, в чем отличие со мной? Я живу в кайфе. Я живу в кайфе. Я не откладываю этот кайф на потом. То есть если у меня есть возможность покайфовать прямо сейчас, зачем мне это откладывать на потом? Зачем мне придумывать какие-то специальные условия, чтобы покайфовать через неделю? Если я это могу сделать прямо сейчас. Вот знаете, есть такая история. Не помню, где я ее прочитал. Что это восточная такая притча. Нет, я не человек процесса. У меня есть и задачи, у меня тоже есть определенные вещи, которые я делаю. То есть просто вы поймите, что жизнь это процесс. То есть жизнь это процесс. Жизнь это то, что происходит с нами здесь и сейчас как процесс. Поэтому все люди процесса. Все на самом деле являются людьми процесса. Но очень многие люди, они просто не придают значимость очень часто тому, что с ними происходит в процессе. И они слишком много придают значимости результатам. То есть тому, что происходит потом, где-то там потом. Понимаете? Я тоже таким был. Я все время, много лет придавал значимость тому, что будет потом. Иногда себе позволял куда-то уехать в отпуск, там отдохнуть. Понимаете? И покайфовать, так сказать. Но было очень много часто нервов, стрессов, вот какого-то болезненного процесса. Это длилось до какой-то критической точки, где больше я так жить не мог. У меня начали по здоровью провалы, начались какие-то проблемы по бизнесу. То есть в бизнесе начали проблемы происходить. В отношениях, как бы в семье. Понимаете? То есть когда человек очень много достигает цели, он сфокусирован только на какой-то одной обычно сфере, на работе. И он не может быть сбалансированным, гармоничен по остальным ключевым сферам жизни. То есть ему, так как он все время вот зациклен на этих целях, он все время их хочет побыстрее получить, он уделяет этому максимальное количество времени. И обделяет другие тоже не менее важные сферы жизни. То есть это человек такой фокус, да, человек очень сильно сфокусирован, сконцентрирован. И поэтому он все время бежит. То есть это, знаете, как бы ослик, который бежит за морковкой. И такие ослики, они очень, ну как бы грустные, потому что эта морковка, она все время впереди. Только иногда ему дают эту морковку покушать. Но в целом он все время видит эту морковку впереди. Это очень грустная ситуация. Понимаете? И в какой-то момент я просто понял, что это самообман. Что можно жить иначе. Можно жить и опираться не на мотивацию завтра, да, или не на мотивацию, что я убегаю от того, что было вчера. В какое-то идеальное завтра. А можно исходить из мотивации, которая рождается здесь и сейчас. То есть вот, например, сегодня нужно заработать деньги. Вы идете и ищете интересную работу, да. Вы все время опираетесь как на две ноги. Одна нога – это интерес, вторая нога – это реальная необходимость. И вы вот так вот движетесь по жизни. Наступая то на интерес, то на необходимость. На интерес, на необходимость. И так постепенно вы начинаете серфинг. То есть это начинается серфинг. Вы отпускаете значимость этих идеализаций. Отпускаете значимость этих будущих целей. Зависти другим людям. И вы всегда опираетесь лишь на две вещи. На реальную необходимость и на свой интерес. И вы вдруг обнаружите, что если вы будете опираться на свой искренний интерес, на свой любимый процесс в жизни и на реальные необходимости, которые вам диктует настоящий момент, то этого достаточно для того, чтобы найти свое любимое дело. Этого достаточно для того, чтобы в своем любимом деле начать зарабатывать деньги. Этого достаточно, чтобы когда эти деньги у вас уже появились, вы могли себе позволить какие-то вещи, которые вам интересно иметь. То есть смотрите, большинство людей, они все время мечтают о том, что у них появятся деньги, и они себе позволят какие-то вещи, что-то купить они себе позволят. И они очень часто ложат на вот этот, скажем, идеализацию, на алтарь этой идеализации, любовь к процессу в настоящем. Они не исходят из реальных необходимостей, не исходят из реального интереса, из творческого процесса. А исходят из каких-то образов, из какой-то зависти, из каких-то статусов. То есть опираются не на реальные вещи, а на какие-то образы, на какие-то представления, на какие-то мнимые вещи, которых на самом деле в настоящем моменте не существует. И вот это часто подается, вот эта модель достижения некого идеального образа, да, эта модель часто подается, вот как эта дорога к успеху, да. Дорога к успеху, ты должен поставить себе цели, у тебя должна быть мечта, ты должен проламываться, несмотря ни на какие препятствия к своей цели. И не важно, как ты себя чувствуешь, не важно, что у тебя разбалансирована жизнь, не важно, что ты по 14 часов иногда работаешь, как бы, и у тебя не хватает времени на своих детей, на семью. Это все не важно. Важно, чтобы ты достиг цель, чтобы ты реализовал свою мечту, и тогда-то, тогда-то у тебя все будет хорошо. Но очень часто, знаете, возникает такая ситуация, что когда люди туда приходят, к этой мечте, к этим целям, у них нет семьи уже, они потеряли часто здоровье свое, они абсолютно нервозные, они становятся такими психами, если честно, да, то есть такими очень нервными, очень сфокусированными, узконаправленными людьми. И это становится такой хроническим, навязчивым состоянием. Трудоголики, знаете, то есть есть еще такое слово, трудоголик. То есть это не человек, который любит свою работу и работает просто потому, что он любит это. А человек, который из-за целей загоняет себя, то есть он из-за вот этих идеалов, из-за этих образов и целей, он все время загоняет себя. То есть он игнорирует важные вещи в своей жизни, он игнорирует свое здоровье, игнорирует отношения, игнорирует свой отдых, да, часто, ради того, чтобы чего-то достичь, чего-то кому-то доказать, что-то получить потом. И вот у него все время такая идея, там-то я займусь своим здоровьем, там-то я займусь своей семьей, там-то я как бы вот, все у меня будет хорошо. Это обман, самообман, причем массовый, массовый, понимаете? И вот пока вы не осознаете это, что существует, вот существует такая жизнь, жизнь достигатора, да, жизнь трудоголика, жизнь человека, который все время впахивает, вкалывает ради будущего. Есть такая жизнь, но существует другая жизнь, существует другая жизнь. Жизнь человека, который двигается гармонично, двигается сбалансированно, и он исходит из естественной своей внутренней мотивации и из тех необходимостей, которые у него есть на данный момент, здесь и сейчас. И он все время исходит из тех реальных возможностей, которые ему предоставляет жизнь. То есть, понятно, что деньги нужны, но понятно, что в нашем материальном мире необходимо зарабатывать деньги. Если кто-то только пришел и не понимает, ты о чем, смотрите запись потом, окей? То есть, получается, что... Вот я сбился даже, сейчас попью водички. Мы сегодня говорим о мотивации. Мы говорим о том, что существуют две разные жизни. Я их условно называю жизнь креатора и жизнь достигатора. Вот жизнь достигатора – это жизнь трудоголика, который бежит за морковкой впереди. Эта морковка где-то там, надейся и жди, вся жизнь впереди, да, вот такая вот есть стратегия. И так живут большинство людей. То есть, они все время пытаются что-то достичь завтра. И они упускают счастье, радость, сбалансированность, гармоничность своей жизни здесь и сейчас. Я говорю, что существует другой способ жить, абсолютно другой. И он является для нас на самом деле естественным. То есть, это то, что является нашим предназначением, что является нашей природой. То есть, как мы на самом деле, вот без этого социального обуславливания, через которое мы прошли, как мы предназначены от природы жить. Так вот, от природы мы предназначены жить интересно. Мы предназначены жить, исходя из реальных задач, которые возникают у нас здесь и сейчас. Не решать какие-то бесконечные виртуальные задачи, а исходить из реальных потребностей, из реальных необходимостей, которые возникают у нас здесь и сейчас. И опираться на свой искренний интерес. Потому что предназначение – это следование своему интересу, который может разгореться в какой-то энтузиазм. Либо, то есть, интерес – это как компас, понимаете? То есть, это вещь, которую нельзя подделать. Ну, то есть, получается, что интересно вам или нет, вы не можете, как-то сказать, вы не можете создать интерес. То есть, интерес вы не можете создать. Вы либо его искренне чувствуете к чему-то, либо нет. Это чувство. Это чувство, которое не создается, а которое возникает. И если вы научитесь отклеиваться от своих образов, от своих, как должно быть, как не должно быть, как правильно, как неправильно, как хорошо, как плохо, и больше центрироваться в своих чувствах, в своем интересе, а также исходить из реалий, то есть, из того, что вам предлагает жизнь здесь и сейчас, ваша жизнь изменится абсолютно. И для того, чтобы она начала меняться, вы должны понять только одну вещь – иллюзорность этих целей мечт. То есть, цели, вот эти вот морковки жирные, да, которые вам с детства заложены, вот что ты, если ты не будешь лучше, да, если ты не достигнешь вот какие-то вещи, то ты не состоишься как человек, да. Несмотря на то, что вы уже родились, да, несмотря на то, что вы уже состоялись как человек, вам имплантируется, внедряется такая идея, что ты недостаточно хорош. Это еще называется как комплекс неполноценности, да, то есть, прививается человеку через критику, через сравнение, через постоянные оценки, да. Это некая такая идея, что он недостаточно совершенен, недостаточно хорош от природы, от Бога, что ему нужно постоянно работать с собой, постоянно равняться на эти идеалы, на эти образы и затачивать себя под эти идеалы. Так как идеалы, во-первых, меняются, да, во-вторых, они никогда недостижимы, возникает комплекс неполноценности. Ты понимаешь, смотря на эти мечты, на эти идеалы, что ты какой-то не такой, что они настолько вот, ну, они настолько, конечно, красивые, настолько сказочные эти вот идеалы. Так, конечно, хочется быть таким, но ты все время видишь, что ты не такой. Ты видишь, что ты как бы, ну, такой, какой ты есть, вот у тебя вроде бы есть недостатки какие-то, но являются ли они недостатками, это хороший вопрос. Если у вас нет идеала, на который вы равняетесь, есть ли у вас недостатки, имеет ли вам смысл сравнивать себя постоянно с другими людьми и равняться на кого-то? Или вам имеет смысл центрироваться в своей природе, центрироваться в своем интересе, в своих каких-то естественных вещах, но которые вам естественны от природы? Вот рано или поздно перед вами будет возникать такой выбор. То есть, либо вы хотите быть устремленными в будущее, к идеалам, к мечтам, к целям, И вы будете все время находиться, находить себя в комплексе неполноценности, вы все время будете заниматься самокритикой, самоедством, вы будете все время как бы видеть, что вы недостаточно хороши, вы не так хорошо достигаете цели, вы недостаточно хорошо действуете, у вас часто нет энергии для того, чтобы достигать эти мечты, у вас часто не хватает способностей. Есть всегда много людей, которые более способны, они более талантливы, они лучше вас. И что вам делать? Понимаете, вы видите, что существуют абсолютно на порядок более способные люди. Если вы будете все время себя сравнивать с ними, вы будете все время находиться в комплексе неполноценности и к самокритике. Вы будете все время понимать, что с вами что-то не так. Но услышьте меня, с вами все так. Вы просто не такой или не такая, как эти люди. Бог не создает два раза одно и то же, он не повторяется. Мы все разные. И у каждого человека есть свое предназначение. Его интерес в жизни каким-то образом развивается уникально, индивидуально. Каждый человек имеет индивидуальное мироощущение, индивидуальные реакции. Он как-то индивидуально проявляется, то есть у него свой темперамент. У него есть свой, можно условно назвать, характер от природы. И очень часто мы можем видеть у деток, которым один-два года, у них очень разные характеры. И это именно их индивидуальность. То есть это то, что задается от природы. Но потом на эту индивидуальность накладывается личность. Понимаете? То есть личность. И вот эта личность, она, можно сказать, формируется обществом, социумом. То есть это нечто ложное, ложное прививается, постепенно навязывается. И человек постепенно теряет хороший контакт со своей индивидуальностью и засыпает в этой личности. Он засыпает, ассоциирует себя с личностью. А личность, вот она все время хочет расти. То есть личностный рост, да. Она все время хочет становиться лучше. Она все время равняется на кого-то. Она все время пытается насобирать какие-то, как колоскутное одеяло, образы, да, и что-то вылепить. И в этом всем теряется собственная индивидуальность. А собственная индивидуальность, она проявляется через естество, через интерес, через некий творческий процесс в настоящем. Вот услышите? То есть это не процесс, направленный на будущее. Это процесс танца, сотворения здесь и сейчас. Понимаете? То есть это творческий процесс в настоящем. И именно такие люди, вот услышите меня, именно такие творческие люди, они на самом деле и создают все самое ценное и классное. Потому что оно исходит из индивидуальности, из души. Это творческий процесс. Что-то новое создают творцы. Это творческий процесс. И для того, чтобы этот процесс шел, личность должна быть слабой. Понимаете? То есть сильная личность, она будет стремиться, она будет достигать. Она будет вот все время ориентирована на будущие результаты. Но эти люди, они никогда не будут по-настоящему счастливы. Они могут притворяться счастливыми. Но настоящее счастье это быть собой. Быть таким, какой ты есть от природы. Быть творческим. Исходить из своего искреннего интереса в настоящем моменте. И честно, преданно следовать ему. Понимаете? То есть следовать своим чувствам в настоящем моменте. Это счастье. А когда вы все время наступаете на них ради того, чтобы что-то достичь потом, это не счастье. Потому что ваши чувства, они будут подавлены. Вы будете задавлены. Можно сказать, ваша душа будет задавлена личностью. Рутиной. Какой-то суетой. Однообразией. Понимаете? То есть это все будет вас давить. Это будет тяжело как бы. Это будет некая тяжесть, которая на вас постоянно висит. И вы живете в этой тяжести и думаете, что когда-то возникнут такие вот идеальные условия, где эта тяжесть, вы ее сбросите. Потому что у вас будут деньги, потому что у вас будет еще что-то, еще, еще, еще. Я говорю, что не надо ждать потом. Это не находится потом. То есть это происходит через изменение своего отношения, через изменение своих убеждений в настоящем моменте. То есть это не то, что достигается завтра. Это то, что происходит с вами как процесс пробуждения из вот этих образов, идей, навязанных каких-то представлений в настоящем моменте. Это то, что происходит через понимание. Вот вы меня слушаете, вы можете понять. Блин, а чего я парюсь-то столько ради этих целей? А пробовал ли я жить без этих целей, без этой зависти, без этих мечт? Вот попробую-ка я пожить какой-то период времени и не мечтать ни о чем. И ничего не достигать, и никому ничего не доказывать, и ни с кем не спорить. Могу ли я вот попробовать и получить такой опыт? Вот попробуйте. Я, когда начал эти вещи понимать, начал отпускать свои вот эти идеалы, эти цели, эти представления, и начал просто серфить по жизни. То, что называется серфинг в опоре на свой искренний интерес, на то, как у меня спонтанно, естественно, хочет развиваться мой день. На то, какие задачи мне, не я сам себе ставлю, а какие задачи мне сама жизнь ставит. Понимаете? Вот когда я начал на это опираться, на то, что мне ставит жизнь, и на то, что мне интересно, на то, что является для меня творческим процессом, моя жизнь начала приходить в баланс. Она начала, скажем так, становиться более счастливой, более наполненной. Понимаете? То есть вот и получается, вот где я черпаю мотивацию, в этом и черпаю мотивацию. То есть я черпаю мотивацию в своем творчестве, которое рождается спонтанно во мне, в тех задачах, которые сама жизнь мне ставит, и в том интересе, который ведет меня как компас по жизни. То есть вот это, можно сказать, мои источники мотивации. Опираясь на эти источники мотивации, я понимаю, что их достаточно. То есть их достаточно. Если мне нужны деньги, если это реальная необходимость, то есть она обычно проистекает из того, что мне что-то нужно купить. То есть если я реально в чем-то нуждаюсь, и это непридуманная цель, но реально мне это нужно. Например, я музыкант, и мне нужна скрипка. То есть это реальная потребность. Я творю на скрипке, я играю музыку на скрипке, или я человек, мне нужно где-то жить. То есть, соответственно, мне нужны деньги для того, чтобы либо оплачивать то, чтобы снимать квартиру, либо подумать уже постепенно, как мне возможно направить так свое творчество, чтобы постепенно превратить это в ценность для других людей. И как-то вот через это уже прийти к деньгам. Понимаете? Но я никогда не исхожу из того, что так, все, мне нужен дом, мне нужен дом. И я теперь под этот дом буду искать, чем мне заняться, для того, чтобы заработать деньги и купить себе этот дом. Я не буду так делать. Понимаете? То есть я по цели не притягиваю свою жизнь. Я, наоборот, как бы исхожу из своего реального интереса, из своих способностей, талантов, из своего творчества в настоящем. И уже смотрю, как я могу, куда это направить, чтобы создать ценность и, возможно, удовлетворить какие-то свои потребности. В том числе, возможно, там купить себе что-то потом. Понимаете? Но этот дом, он у меня не висит, как картина на стене. Я, как псих, не встаю каждое утро и не пытаюсь себя гипнотизировать этой целью и давить себя. Знаете? То есть мне нужно найти где-то силы, чтобы заставить себя пойти заниматься этой деятельностью, которая мне не очень интересна и которую я не очень люблю, ради этого дома. У меня такого нету. Больше я так не живу. Ну, вот так вот. Так, сейчас я посмотрю. Да, на свои пометки по трансляции. Да, давайте вот я повторю, что ложная мотивация – это всегда состояние ума. То есть ложная мотивация – это состояние ума, который загипнотизирован какими-то идеями, какими-то образами, какими-то убеждениями. То есть ум, который загипнотизирован прошлым и будущим. Ум, в котором недостаточно свободного внимания для того, чтобы наблюдать осознанно за настоящим и чувствовать. Во-первых, чувствовать свой искренний интерес, как хотелось бы, как естественно хочется в настоящем моменте. И ум, который не видит какие-то реальные задачи, которые жизнь формирует. То есть жизнь что-то предлагает сейчас чем-то заняться, а у человека цель. Понимаете? Он говорит, не, я сейчас не могу этим заняться, у меня цель, я пойду заниматься этой целью. Понимаете? И часто человек не делает важные вещи, которые ему предлагает прямо сейчас сделать в жизни. Он их игнорит. Потом это превращается в проблемы. То есть жизнь ему предложила что-то сделать, он это не сделал. Потом это создало какие-то проблемы. Поэтому выход из этого, в принципе, находится в осознанности и в понимании. То есть вы должны понять, что пока вами движут иллюзии будущего, счастье будет только иногда. Вот в те моменты, когда реальность будет чуть-чуть где-то, ну или полностью, ну полностью никогда не будет. Где реальность будет примерно совпадать с вашими иллюзиями, с вашими представлениями, вот там вы будете чуть-чуть радоваться. Но в целом ваша жизнь будет напряженной, рутинной, однообразной. Пока вы движетесь за этими иллюзиями. Как только вы это поймете, как только вы отсоединитесь от этих иллюзий и начнете вниманием больше укореняться в настоящем моменте и отталкиваться от своих чувств, от своего интереса, от творческого процесса, от любимого дела, да, и от реальных задач, которые вам ставит жизнь здесь и сейчас, в которых есть реальная потребность. Вот прямо это важно сделать сейчас. Понимаете? То есть интересно и важно. Вот две вещи, на которые вам стоит опереться для серфинга. И эти вещи, они сами по себе самодостаточны для мотивации. К этому, вот когда уже интересно, вот смотрите, когда уже вы нашли интересное дело, там вы можете ставить какие-то цели. Потому что вам интересно это заниматься, эта цель, она является, скажем так, точкой фокуса вашего интереса. То есть вот некие образы тоже могут появляться в потоке вашего интереса, в потоке творчества. То есть в потоке творчества вы творчески придумываете какие-то образы, как ваш интерес оформить, создать какую-то ценность, например, для других людей, как создать какую-то систему обмена этой ценности и в конечном итоге создать свой бизнес, да. Но вам это должно все нравиться, все должно вас увлекать, быть интересно. Если этого нету, если вы приходите ради денег, ради целей каких-то и начинаете свой бизнес, и вам не интересен этот процесс, бизнеса у вас не получится. При первых трудностях, при первых каких-то проблемах вы, ну вы быстро это бросите или вы станете очень несчастны. То есть это вы превратитесь в робота, в робота, который каждый день тупо исполняет какие-то задачи, ему это неинтересно, его интересует только результат. Понимаете? Это все печально, то есть такой стиль жизни это печально. Я напоминаю, что мы появляемся здесь не для этого. Но наша жизнь это быть творческими, быть свободными. Вот смотрите, кстати, что такое свобода. Свобода это в том числе и свобода и от цели, и от образов. Потому что если у вас есть фиксированная цель, фиксированный образ, вы уже не можете... То есть вот смотрите, вы поставили себе цель, вы идете к своей цели. Для вас это очень важно, вот эта цель, она для вас важна. Получается, эта цель и есть ваш якорь, то есть это ваша несвобода. Если вам жизнь предложит какие-то другие варианты, да, то есть поток, например, вашей жизненной энергии хочет двигаться в какие-то другие стороны, вы уже зацеплены этим якорем. То есть вы уже не можете пойти ни налево, ни направо. Вам нужно долбить к этой цели. Понимаете? То есть вам нужно пробивать эти стены, долбить к этой цели. А возможно, если бы вы пошли за своей энергией, за своим творческим процессом, за интересом, вы бы получили эту цель намного быстрее. Потому что вы бы занимались тем, что вам интересно, тем, ну, что нравится делать. А когда вы любите то, что вы делаете, вы там быстрее получаете результаты. Понимаете? Там и деньги быстрее приходят, там и люди интересные появляются быстрее, там наставники возникают как бы быстрее. Понимаете? Потому что это творческий такой интересный процесс. Вот для этого мы и рождены. Чтобы быть счастливыми, свободными, не заикоренными. Как только появляется жесткий образ какой-то, образ жизни или некое четкое представление, как все должно быть, оно и является вашей ментальной тюрьмой. То есть это ваш туннель, который вас теперь удерживает, вашу энергию, только в определенном русле. А если ваша энергия как-то по-другому хочет двигаться, эти образы все уже фиксируют. Поэтому пока вы не отпустите вот эти образы, пока не отпустите ложные цели, не увидите, что эти все идеализации это просто ложные цели. Вы не почувствуете свою естественную мотивацию. То есть человек, который привык все время жить за счет цели, за счет искусственной мотивации, у него очень часто возникает даже страх, что если он отпустит эту искусственную мотивацию, у него естественная мотивация не появится. Поэтому многие люди думают, ну если у меня не будет цели, я буду целый день лежать на диване, ничего не делать, как бы и так далее. Они просто не понимают, что это невозможно. Они даже не пробовали. Вот проведите эксперимент. Садитесь на диван, закрывайте глаза, да, и сидите. И вот сколько вы просидите? Вот просто сидите и ничего не делайте. Сколько вы просидите? Вы увидите, что вас сдвинет с места одно из двух. Либо интерес к чему-то, либо необходимость. Вот понимаете, вот как проверить правду того, что я вам говорю. Вот сядьте и сидите до тех пор, пока вас что-то не сдвинет. И посмотрите, что вас сдвинет. Вы увидите, что вас постоянно будет что-то выкидывать. То есть то какие-то мысли вас увлекли, то возникло некое чувство, вот вам захотелось что-то пойти и поделать. Понимаете? То необходимость какая-то возникла. То есть там, не знаю, покушать вы захотели или покакать, извиняюсь за выражение, да. То есть и постепенно вы вдруг обнаружите, что вот этой вот естественной мотивации, ее каждый момент достаточно. То есть вот если вы будете опираться на свой реальный интерес и на реальные потребности в моменте, вы увидите, что все и так происходит. Все и так происходит. И к этому же, к тому, что у вас есть опора в свой интерес и в какие-то реальные вещи, в реальные задачи, в реальные необходимости. Вы можете добавлять какие-то цели, можете добавлять какие-то технологии, да. Что-то можно использовать для того, чтобы реализовать свои интересы и свои потребности. Для этого можно что-то использовать. Но если вы исходите просто из каких-то образов, из каких-то идеалов, да, если вы все время опираетесь на какую-то мечту, вы будете так или иначе постоянно сталкиваться с тем, что вы придаете свой интерес и делаете какие-то вещи, в которых нет никакой необходимости. То есть вы что-то достигаете, а необходимости нет. То есть, например, вы уже заработали столько денег, что необходимости зарабатывать их дальше нет. Такое бывает тоже. Но многие люди продолжают ставить себе новые цели, там, типа, ууу, я боюсь остановиться, я боюсь не развиваться, и как бы мне нужно зарабатывать больше, больше, больше. И они придумывают себе какие-то иллюзорные цели для того, чтобы развиваться. Жизнь так устроена, не развиваться не получится. Понимаете? То есть, если человек опирается на свой искренний интерес и на потребности, он будет развиваться. Сама жизнь будет вот ему давать какие-то способы, как ему развиться. Сама жизнь будет давать ситуации, которые ему важно решить, которые требуют, чтобы он справился. А люди себе часто придумывают проблемы, придумывают что-то, что им же надо потом решать, и вот потом они это решают. Еще больше проблем возникает. То есть, возникает такой образ жизни, где есть огромная избыточность. То есть, огромная избыточность в каких-то задачах, в каких-то делах там. То есть, очень много времени тратится на достижение того, что на самом деле не принесет счастья. То есть, тратятся вещи, которые не делают человека счастливым, а наоборот делают несчастным. Так вот, я обучаю, как быть счастливым здесь и сейчас. Понимаете? То есть, как не готовиться к счастливой жизни завтра, а как быть собой. Как научиться быть творческим и счастливым прямо здесь и сейчас. Может, какие-то вопросы у вас есть? Ну ладно, вижу, что вроде вопросов... А, да, даже вопросов и нет. Все понятно объяснил. Значит, окей. Тогда заканчиваем трансляцию. До следующих встреч.